Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга. Мы продолжаем следить за главными событиями Ленинского района. 18-летний юноша, оставшийся без попечения родителей, получил ключи от собственной квартиры. Хорошая квартира новая. Мастер-класс «Город мастеров» для детей с ограниченными возможностями здоровья. И мы сюда пришли как в родной дом. Завершилась благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». Мне кажется, я немножко похожа на Мэрлин Монро. Ключи от новой жизни получил житель Ленинского района, который в раннем детстве остался без родителей. На совершеннолетие администрация муниципалитета преподнесла молодому человеку подарок в виде собственной квартиры. В рамках федерального законодательства в этом году в Ленинском районе квартирами обзавелись 10 детей-сирот. В их числе и Павел Черцов. С шести лет он живет с опекуном, увлекается спортом, учится в высшей школе экономики. Все свободное время планирует тратить на благоустройство своего нового жилья. Он очень рад возможности жить самостоятельно. «Хорошая квартира, новая. Рад, но как-то страшновато». «Почему?» «Ну, не знаю. Никогда тут не жил один. Ну, непривычно». Все жилье, которое выдается детям-сиротам, находится под контролем комиссии Ленинского района. Квартиры соответствуют всем стандартам. Сдаются с ремонтом, сантехникой и электроплитой. До конца текущего года собственностью обзаведется еще один сирота, достигший 18-летнего возраста. В первом квартале будущего года запланировано выдать ключи троим бедновчанам данной категории. «Эти ребята, которые оставились без попечительства своих родителей, и достигая 18-летнего возраста, им вручается от государства такой подарок. Все-таки они являются немножко ущемленными в своей жизни. Это и материнское тепло, и это и отцовство. Поэтому эта забота у государства очень важна, и я считаю, что она должна продолжаться без всякого сомнения». Спустя пять лет каждый из сегодняшних новоселов сможет приватизировать квартиру и пользоваться ею по своему усмотрению. 27 ноября в разных странах проводится Международный день благотворительности «Щедрый вторник». В Ленинском районе этот день стал завершающим в неделе доброты и щедрости. В филиале второй видновской школы в микрорайоне «Зеленые аллеи» прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он получил название «Город мастеров». Впрочем, на мероприятии изучали не только народные ремесла. Подробности у Максима Козлова. В нынешнем году «Неделя доброты и щедрости» из благотворительной акции переросла в своеобразное культурное событие. Подтверждение тому мастер-классы, где можно было попробовать свои силы в различных ремеслах, рисовании и даже пении. «Заиграй-ка, балалайка, балалайка, три струны, падайте, визивайте, выходите, блясуны!» Мероприятие было полностью подготовлено педагогами и учениками второй школы. Гостями стали юные представители Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. «Дети сегодня у нас рисуют птицу павлина. Это очень красочная, яркая птица. Птица, приносящая радость и счастье». Филиал второй видновской школы в микрорайоне «Зеленая аллея» как нельзя лучше подходит для проведения подобных акций. Широкие коридоры, удобная для инвалидов безбарьерная среда и отзывчивые учителя и ученики. «Здесь замечательный коллектив, замечательные традиции. Здесь учились и учатся дети-инвалиды, которые состоят в нашей организации. И они не чувствуют себя особенными, иными. Они такие, как все. И вот здесь прививают вот эту доброту, щедрость. И вот когда поступило такое предложение провести совместную акцию, конечно, я двумя руками «За», и мы сюда пришли как в родной дом». Но не только уроками рукоделия порадовали своих гостей хозяева второй школы. Силами местных талантов был подготовлен небольшой концерт. «Пойди, как я, спаси тебя, выявляясь, не весело». О том, что здесь привыкли нетривиально подходить к организации мероприятий, свидетельствует и довольно необычный конкурс, проводившийся в этот день. «В этой школе был объявлен фестиваль социальных роликов, что тоже первый раз в нашем городе. Очень интересно. И вот мы посмотрим, как дети понимают, как трудно бывает некоторым людям, как тяжело в наше непростое время. И как член жюри мы посмотрим, и я думаю, что мы найдем, я уверена почти, что все ролики достойны самых высоких похвал». Конечно, с корифеями рекламного производства эти произведения не стоит сравнивать, но видно, что ребята со всей ответственностью подошли к созданию своих роликов. «Вместо того, чтобы тратить время на то, что полагает в сетях, просто гуляйте и активитесь со своими друзьями». О своем отношении к вредным привычкам и ценности человеческого общения, о сверстниках и окружающем мире попытались рассказать авторы роликов, а также о том, как это важно – дарить свою помощь тем, кому она необходима. Максим Козлов, Егор Хлябич, Евгений Садовский. Видное ТВ. В продолжение темы. Неделя доброты и щедрости подходит к концу. В мероприятиях были задействованы 13 торговых центров и магазинов района, около сотни волонтеров, а также неравнодушные представители бизнес-сообщества. Присоединился к акции и салон красоты «Марафет», подарив новый образ и хорошее настроение особенным детям и их мамам. В этот день запись в салон красоты «Марафет» была ограничена. Стилисты ожидали прибытия особенных деток – их мам и бабушек. Для них совершенно бесплатно сотрудники салона творили чудеса. Придумывали новые образы, красили, стригли, укладывали и всячески креативили. Мероприятие прошло в рамках «Неделя доброты и щедрости» и нового проекта «Мамы особенных детей», инициированного общественной палатой Ленинского района. В сути повседневной жизни мамы особенных детей мало уделяют времени самим себе. Это происходит по разным причинам – летки тяжелобальные, либо отсутствие финансов. Поэтому общественная палата обратилась к бизнес-структурам нашего района с просьбой поддержать эту инициативу. И мне очень радостно сказать, что наша инициатива получила отклик. В салон «Красоты Марафет» постоянный участник подобных благотворительных акций, проводимых в Ленинском районе. Сегодня мы и детишек постригли, и мамы сделали красивыми. Это не первая для нас акция. Мы уже принимали участие в подобных. На Дне города у нас был благотворительный день на улице. Мы все это тоже делали. Доброму дому помогали. Хотим подарить частичку своего сердца этим детям. Нам очень приятно было принять участие. Наталья Малахова привела в Марафет своего пятилетнего внука Никиту. У мальчика астма и миопатия. Ему тяжело ходить, но за новой прической Никита не мог не прийти. Большое спасибо за активную работу, что нас приняли. Ольге Варламовой 21, и она передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на ограниченные возможности, девушка пытается вести активный образ жизни. Посещать музеи, концерты и театры, встречаться с друзьями. Мастер Арсен сделал Ольге креативную стрижку и укладку. Девушка призналась, что именно о таком образе и мечтала. Мне кажется, я немножко похожа на Мэрлин Монро. Пока мастер колдовал над Ольгой, рядом началось преображение ее мамы, Марины Варламовой. Сначала волосы окрасили, затем пришел черед стрижки и креативной укладки. Я пыталась рассказать, что я хотела, чтобы я была очень модная и красивая. Да? Конечно. Это красиво. Да, мне очень нравится. Марина Варламова рассказала, что из-за болезни дочери не может работать и все свободное время посвящает уходу за своим ребенком. Для нас это как для работающего человека съездить в отпуск. Вы понимаете, мы выбрались из дома, нам предлагают сделать нас красивыми. Сами понимаете, любая женщина, она всегда рада поучаствовать в таком мероприятии. Мамы и их особые дети покидали салон красоты Марафет с горящими глазами и улыбками. Ведь для таких семей обычный поход в салон подчас целое событие. В ближайшее время, уверяют организаторы, проект «Мамы особенных детей» порадует такие семьи новыми акциями. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. Закончился ремонт в общежитии на улице Школьная в доме номер 62. Здание, которому более 65 лет, относится к старому жилому фонду. Под действием влаги отвалился целый пласт отделочных материалов в общем коридоре на втором этаже. Были вызваны оперативные службы, которым была поставлена задача провести ремонт в течение семи дней. Ситуация находилась на контроле у главы района. Сперва была выведена протечка, которая была в душевой кабине на третьем этаже. Потом мы все сломали, все остающиеся стенки, штукатурные. Потом все они просушили и восстановили стенки зипсокартона, покрасили, все довели до того, что есть. Также основание стены было обработано противогрибковым составом. Сейчас помещение приняло надлежащий вид. Работы, когда нам задачу поставили в семидневный срок, мы все закончили, все нормально. Никаких нареканий жильцов, пока по этому поводу все довольны. Никаких вопросов, никаких проблем для людей не осталось. Стоит отметить, что в прошлом году в подъезде здания был проведен ремонт по губернаторской программе «Мой подъезд». Но в связи со случившейся протечкой в настоящий момент проводятся некоторые косметические работы. Рождение ребенка – это большая радость в жизни каждого человека. Но иногда появление малыша на свет происходит раньше положенного срока. Таким детям уделяют особое внимание. Международный день недоношенного ребенка ежегодно отмечают в Ленинском районе. В этот раз в Центральной библиотеке на праздники побывала наш корреспондент Анастасия Воронина. Ежегодно Международный день недоношенного ребенка отмечают 17 ноября. По всему миру работает большое количество перинатальных центров. Благодаря созданным условиям и новым технологиям особенным детям дают шанс выжить и вырасти здоровыми. Это такие же хорошие полноценные детки, и они приносят счастье своим родителям. Поэтому этому дню приурочено достижение медицины всего мира. От того, чтобы мы дали возможность жить еще большому количеству детей и получить счастье семьям. В этот день Центральной библиотеки города Видное чествовали выпускников перинатального центра, которым исполнилось три года. Детям, родителям, бабушкам и дедушкам вручили памятные подарки, а также поздравили их веселыми музыкальными номерами. Многие родители недоношенных детей испытывают страх перед будущим их ребенка. Но в наше время медицина доказала, что не стоит паниковать, а нужно просто иметь терпение. Он немного раньше захотел увидеть этот мир. Он такой же, как и все. Я думаю, что у таких детей все замечательно. В наше время у них есть все шансы быть лучшими. Такого же мнения и Алена Богинская. Ее долгожданная дочка родилась раньше положенного срока, и весила она меньше одного килограмма. Но благодаря медицине маленькая Настенька подросла и развивается, как и все здоровые дети. Мой ребенок самый лучший, мой ребенок самый умный, самый красивый. И я благодарна, что она у меня есть, благодарна врачам, что вот так вот выходили ее, потом я ее растила. И вот получилось то, что получилось. Она абсолютно такая же, как и все. Просто немножко терпения, еще больше любви, еще больше заботы, и все. Недоношенность – это вовсе не приговор. В окружении семьи особого внимания такой малыш впоследствии станет обычным ребенком. Стоит лишь уделить ему больше любви и заботы. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И о погоде. 28 ноября пройдет небольшой снег. Днем минус пять, ночью до минус десяти ниже нуля. Ветер в северо-западной 4 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!